приветствую всех сегодня необычный день я чувствую себя обязанным положение буквальном смысле этого слова обязывает но близься ближе нужно выйти в эфир и по такому случая даже сделаю исключение положу на youtube то что я сейчас запишу на всякий случай как вы знаете на ютюбе практически свернул деятельность все ссылки какие составлю к этому ролику все будут вести на одессе но пока вроде канал еще живет но сколько это продлится и сколько у нас будет виден youtube не знаю так что я бы на вашем месте кто эти материалы им пользуются очень постепенно начал и смотреть на одессе и ссылки давать тоже на одессе потому что сколько здесь все пробудет я не знаю и так 25 апреля это международный день очень неприятному поводу вот но для россии я не могу говорить с другие страны я долго никогда не жил достаточно долго других странах но в россии я считаю это день одной из главных реальных традиционных семейных ценностей которые это очень один из главных столпов на котором стоит но если это можно назвать конечно стоянием которым заваливается наша семья как институт в этой стране а именно 25 апреля этот день в общем день внимания или этом вспоминание о том что такое отчуждение родителя ну я бы сказал что там наряду с какие у нас еще главные семейные ценности реальные наверное мизандрия конечно это корневая ценность который стоит все вообще все государство матриархат вот потому что то о чем я сегодня буду говорить конечно же да я я я все понимаю что люди ритуально делают оговорки женщины тоже страдают вот но это тот случай когда вполне оправданно сказать вот мужчины страдают а женщины тоже страдают потому что проценты конечно не запоставимые между мужчинами и женщинами кто касается этой темы и страдает от нее ну а дети как дети имеется ввиду когда это касается детей из симптома которые наблюдаются у детей это естественно по полу не различается но не важно когда люди вырастают казалось бы большая часть людей детьми проходили через это это не останавливает от того чтобы основная масса людей и там и женщины этого не делали в чем тут механизм я не знаю в общем мы как бы мы живем с тем что есть вот что можно сказать особенного про знакового точнее про отчуждение родителя во первых чисто статистически по крайне для россии можно довольно уверенно сказать что это ожидает большинство всех людей которые вообще вступают в отношения в личные отношения у нас там на пятилетнем промежутке больше 90 процентов разводов по моему даже больше 95 уже а я встречал статистику именно вот в материалах посвященных отчуждения родителей что 80 процентов примерно в той или иной степени в 80 процентах случаев после развода в той или иной степени отчуждения применяется отчуждение конечно бывает разная по степени там слабая средняя и тяжелая но если брать в целом около 80 процентов я бы сказал что это означает что больше половины шансов что вас это коснется еще до того как вы родили каких-нибудь детей даже в отношения вступили это просто реальность которой нужно ну знать ее да и быть к ней готовым хорошему конечно если бы у нас сейчас занимается там преподаванием всяких семи видений и прочих если бы у нас конечно семи видений не сказки рассказывали как они это делают а готовили к реальной жизни и рассказывали что людей реально ждет да они сказочки там и за все хорошее против всего плохого то вообще-то об этом должны были бы рассказывать потому что общество ведение это не входит никак вообще это не является ни каким-то не нарушением закона не даже административным каким-то правонарушениям так типа то есть в лучшем случае люди вообще об этом знают сейчас я про это тоже отдельно скажу по-хорошему конечно проект нужно рассказывать школе и я в общем советую наверное школьникам подросткам да и помладше тоже если попадете на вот этот ролик наверное хорошо посмотрите сами отдайте его пришлите своим там классу не знаю кому потому что к этому нужно быть готовыми во первых из этого ролика точнее из материалов которые на которые будут ссылаться сейчас по которым я по пури такое сделаю со ссылками такой собирательный будет ролик основная часть самая полезная по ссылке конечно с небольшими моими комментариями во первых многие из вас могут про себя многое понять где вы живете потому что большая часть из вас я сейчас вас имею ввиду как подростков детей да и не только подростков многие из вас живут в такой системе вот так относятся к одному из своих родителей и даже не знаете что это такое почему откуда как и даже как она называется из этой вот из этих материалов вы можете это узнать и может быть вам повезет как-то это поменять прежде чем отношения будут разрушены без бесповоротно с вашим родителям вот ну а взрослым это уж просто ну как бы must have это также как вот не знаю как нельзя ездить на машине не не знаю про правил дорожного движения точно также нельзя даже думать о детях я думаю на данный момент не зная про что это заявление да то какие у него есть признаки и хотя бы в общих чертах как с этим вообще-то полагается работать какие современные подходы существуют с точки зрения и законодательства ну почти никаких понятное дело в основном с точки зрения психологии в разных его аспектах вот значит я ключевой момент отметил что с большой вероятностью это ожидает большинство всех людей вообще что касается профессионалов которые работают в сфере там психологии в любом виде с детьми опека адвокаты психологи особенно те кто имеет диплом психолога мое мнение считаете что это может быть несколько там может это некоторый перебор но я бы сказал вот сегодня мы живем в 2023 году я это записываю если человек работает какой-то из этих сфер и не может по памяти быстро назвать восемь симптомов отчуждение родителя давайте собственно как это называется то есть то что мы помним про родителей и про отчуждения детей это понятно это мы уже сказали передавайте собственно термин который что наблюдается именно у детей как следствие отчуждения у детей наблюдается синдром отчуждения родителя подчеркиваю этот вот этот термин относится к ребенку который живет в этой структуре в общем если профессионал не может назвать 8 симптомов отчуждения родителя по классической формулировки гарднера я считаю что он прав непригоден в лучшем случае мы просто не нужно заниматься этой теме к нему нельзя обращаться ни под каким предлогом не с точки зрения адвокатской помощи можно например выбирайте себя адвокат который будет работать в этой сфере спросите его что что он про это знает может ли назвать 8 симптомов не может назвать я честно я думаю что надо менять адвоката психологом этому категорически уж точно абсолютно если психолог раскрывает глаза и не знает что это такое или типа да я что-то слышал в этом духе ну вы точно не к тому психологу пришли все вот и тема пас кроме всего является еще и очень маркерной термой то есть во первых она позволяет сразу быстро когда вы если заводите разговор про это если человек просто не знает об этом ничего то это ну из категории ignorant да либо он потенциальная жертва этого и не знает об этом ничего это в основном касается конечно будущих родителей или нынешних родителей тоже многие не подозревают что это такое не интересует этой темой пока у них все хорошо здесь действительно к сожалению людей накрывает и они начинают копать в этих темах когда их уже что-то с ними случилось они уже попали в печальную ситуацию но вот так мы устроены потому что заранее никто это не рассказывает а кроме таких как бы не знающих людей до ignorant людей что с профессиональной точки зрения что с личностной есть еще откровенные враги которые хорошо знают об этой теме но относятся к ней как то есть вы становитесь если вы разбираетесь в этой теме да и вы знаете о ней вы становитесь для них врагом потому что они там по-разному либо начинают встречно обвинять либо начинают там заводить в шарманку что это не научно тыра дыры кто-то начинает вспоминать там что по каким страшным педофилом был основатель вот все это ложь естественно вот ну понятно маркер маркер которым быстро опознается человек который не в курсе и человек который откровенный враг я думаю вот например товарищи которые были недавно у малахова на это про которых передача была про защитников детства я практически уверен что они все в курсе этой темы но это откровенные враги то есть когда вы такое скажете про них они сразу опознают вас как врага но если вы не работаете в корпорации развод конечно как они не зарабатываете этим то в общем вы будете опознаны как враг на счет 25 апреля немножко небольшая историческая справка почему собственно и причем тут 25 апреля на самом деле первые впервые этот день был предложен в 2005 году его предложил некто по имени сарви и мо в канаде и дата была 28 марта предложено было начинать это с 20 2006 года вот но потом поскольку большая часть от этой активности по непонятными причинами но это факт бы да большая часть активности и были визиты реальные собственно ричарда гарднера да который ввел сам термин много из этого происходило в канаде факультативно можете посмотреть например вот интервью адвоката канадского керри линда он работал непосредственно лично работал с ричардом гарднером и уже много лет после его смерти продолжает работать в этой сфере в общем работает с отцами с помощью после развода и так далее в общем почему-то много из этого происходило именно в канаде и в канаду должен был приехать один из нынешних экспертов хорошо известных доктор ричард воршак и вот видимо какая конференция происходила я честно не знаю детали но в общем короче день этого приезда день начала этой конференции компании да по распространению знаний об этом явлении нехорошим в общем после этого было смещено вот этот день был предложен на 25 апреля то есть по сути речь идет о дне конференции посвященной этой теме которая происходила в торонто вот ну и настоящий момент несколько государств и штатов сша там у них разделяется очень многие из них признают это как официальную дату там так или иначе какие-то мероприятия на эту тему проводят вот в россии насколько я понимаю никакого статуса этого нет но никто нам не мешает присоединиться к этому к этой печальной традиции ну вот и собственно я в том числе записываю этот ролик именно сегодня делаю именно это то есть я вот поднимаю знание общественное до обращаю на это внимание там а те кто забыл напоминаю что вот есть такая нехорошая очень вещь которая при этом касается большинства скорее всего людей и в виде детей и в виде взрослых и при этом они практически ничего не говорят то есть крайне редко можно что-то услышать то есть вот такой вот слон в комнате который везде существует везде есть даже даже в кино снимается да таки как экипаж советский но про него чуть позже и при этом про этого слона практически ничего не рассказывает кроме опять же вот даже даже сейчас когда например шла передача у малаха у них не было времени погружаться психологические стороны и там по моему не упоминали вообще что это является одним из собственно но главных аспектов и касается гораздо большего числа людей чем тех про которых там речь шла передачи и так значит теперь переходим собственно к материалам которые добавлю в ссылку в ссылке в описании вот и к материалы которые но если вы если у вас есть такая необходимость у самого в общем во первых устали наверное стоит вам самим знать любому средне среднему человеку стоит об этом знать и ознакомиться с этими материалами вот а если у вас есть какой-то родственник или знакомые там в общем кто-то из вашего окружения кто ну вы знаете что он в группе риска то есть у него предразводная ситуация или уже разводная ситуация или уже симптомы наблюдаются то я считаю что будет правильно вам дать этот ролик и обратить внимание на эти ссылки чтобы человеку ну когда и он ошарашенный когда он впервые с таким сталкивается то он полностью дезориентирован потому что никто никогда заранее об этом ничего не рассказывал соответственно вот это ввести в тему успокоить сказать что ты не первый на самом деле очень много людей этим занимая ну страдают скажем тогда этим попадают такую ситуацию поэтому вы не один и есть некоторые общие хотя бы ну коды что ли да и информация то есть нужно как минимум нужно знать об этом так как в дюне говорил товарищ фрэнк херберт что знать о ловушке это первый шаг чтобы избежать вот и так что я порекомендую в качестве так давайте этот текст уберу откроем браузер в качестве рекомендую номером один когда человек абсолютно нулевой и и вам нужно его либо там погрузить в тему просто если ему интересно либо он уже у него что-то случилось и нужно быстро чтобы начинаться загрузить его чтобы он в тему вошел первое что нужно сделать конечно это показать короткие ролики вот я делал конференции питерской делал переводы англоязычных материалов тут текст мой перевод точнее мой текст оригинальный их и графика оставлена их это международная ассоциация которая занимается изучением собственно синдрома отшуждения родителя parental alienation study group это международное научное сообщество которое специализированно занимается именно этой темой сожалению там начали приходить угрозы по копирайту с этого с ютюба мне пришлось ютюба его убрать вот хотя сами так понимаю автор они особо не возражали в общем против размещения тем не менее первыми я сделал вот эти материалы а позже с теми же текстами но есть полностью русифицированной версии перерисовали потому что у нас стране тоже есть группа которая называется на и сор они собственно так прямо непосредственно связано именно с научным сообществом спасга и международной группой и вот когда конференция проходила там некоторые члены из пас пас групп вот этой спасга они участвовали например вот эми бейкер она там непосредственно принимал участие по дистанционной связи и делала свою там доклад по теме в общем ролик перерисовали он лежит на ютюбе ссылка у меня тут тоже есть общем я на ссылке потом на все добавлю я просто показываю что что к чему общем первое номер один что нужно сделать погрузить в быстрые короткие ролики там они в пределах там 10-15 минут чтобы чтобы просто с человек который абсолютно 0 погрузить его чуть-чуть хотя бы первую тему этого я думаю будет достаточно вот номер один номер два если ему то сказать эта тема стала либо интересно либо это да у него такая больная тема есть конечно старинный мой перевод но основоположника собственно этой темы доктор ричард гарнер ролик по моему размещен был 2015 году для полутора часовой лекции у него там 8000 помощь от просмотров с чем-то вот я добавлю ссылку он естественно переехал уже тоже на одессе ну и на ютюбе он есть мне без разницы откуда вы будете открывать потому что никакой монетизации этих материалов нет я просто хочу чтобы они не потерялись между прочим хотите если копировать копируйте потому что я все что могу все выкладываю в формате лицензии creative commons то есть если хотите рискнуть можете выкладывать копировать сами куда угодно собственно лекция где сам гарднер надо обосновывает рассказ как он пришел к этой теме и какие симптомы он обнаружил до что он вел в описании этого нехорошего явления и некоторые подходы к как как с этим собственно обращаться и что с этим делать вот общие вот хотя сейчас наук скажем так длинулась вперед и гарднеровский подход к объяснению почему это происходит и к терапии некоторые считают уже устаревшим сейчас есть как бы более современные научные школы которые там вроде как лучше раскрывают механику и предлагать какие-то там методы действия но об этом дальше так что в общем кто начал въезжать кому кого первые первые зашли короткие ролики он хочет глубже значит первое на нас чего стоит начать это полуторачасовой вводная лекция ричарда гарднера вот и я оставлю ссылку на плейлист у меня там достаточно большое количество либо интервью либо уступлений наших отечественных психологов которые так или иначе с тем и знакомы и некоторые из них даже работают с ней профессионально вот и они естественно выступают пересказывают там или там раскрывают более подробно гардерскую тематику в общем у нас есть какое-то не очень большое количество людей профессиональных которые в этой теме работают но есть и они у меня в плейлисте тоже есть в принципе вы можете кто знает термин пас и синдром отчуждения родителя полезно наверно вбить время от времени там я например ищу материалы то есть можете забить и там поиском в ютюбе допустим синдром отчуждения родителей по сортировать подать и посмотрите что появилось нового по этой теме может там какие-то интересные новые материалы наверное стоит это периодически делать в общем гарднер и русскоязычные кто в этой теме тоже работает значит третье чтобы я сказал наверное сколько мне известно до сих пор это единственная книга которая доступна на русском языке где тема отчуждения родителей раскрывается раскрывается не особо научным способом а именно личным описал это на своем личном опыте алик болдын тот самый алик болдын вот я лично о ричарде гарднере узнал именно из этой книги и благодаря нашему коллективному усилию когда я предложил устроить этот проект под названием 30 птиц мы ее полностью перевели на наши собранные деньги она совершенно свободно лежит в интернете там ее можно разными способами скачать но проще всего наверное через бота в телеграме ссылки тоже в описании смотрите насколько я знаю на данный момент это единственная книга на русском языке где вообще эта тема раскрывается опять же не особо научно отличностно но все равно она мне в свое время попалась именно на английском языке там по ссылкам когда начал тему копать и она мне долгое время была моей настольной вот потому что там действительно схвачены психологические вещи человек который не пережил он просто не поймет многие вещи о чем это вообще написано человек который сам через это прошел он хорошо резонирует в общем это довольно болезненное чтение скажем так значит опять же говорю на русском языке насколько я знаю это единственное что есть значит на английском языке я вот свое время когда опубликовал ролик с переводом я здесь вывел несколько книжек которые на тот момент были это уже там какой у нас год 15 наверное статья маленькая на мускулисте было такой ну типа комментарий к видео значит здесь приводится книжка самого гарнера одно из по второе издание ли очень какой-то из последних изданий тот самый ричард творшек деворс пользу ну вот он сейчас есть здравствует и работает в этой теме так еще здесь 22 автора дуглас дарнелл и стэнли клавар вот и еще еще вот например эми бейкер тогда я не знал про такого автора или она не писала ничего не знаю в общем я почему-то о нем не знал но в общем у нее на самом деле целый список все на английском языке естественно поэтому как вы это будете доставать и читать не знаю но если у вас есть такая возможность то самые свежие наверно материалы какие можно достать самые передовые скорее всего это будет вот что-то из ее книг у нее тут целый список там и для профессионалов и для родителей даже вам до детей отдельная книга есть у оршика точно есть абсолютно книжка именно детям посвященные то есть подросткам которые которые находятся этой ситуации в общем кроме единственной русской книги остальные книги скорее всего англоязычные вот на данный момент поэтому вам куда-то туда если вы будете копать дальше английский язык ничего не поделаешь дальше документальные фильмы разные всякие ссылки я все оставлю кое-что лежит на моем личном сайте то что я переводил вот там который у нас официальные релизы были я самых не хостю но они лежат яндекс легко легко находятся я вот на вскидку назвал ну что скорее всего человеку стоит посмотреть если он хочет в эту тему въезжать конечно нужно посмотреть красную таблетку понятное дело надо посмотреть стирая отца и стирай семью это один тот же автор ginger gentile вот из таких мало известных скажем так у нас фильмов это вот корпорации развод тут это не основная тема на тут раскрывается вот кроме этого воины жертва режима тоже меня на сайте папа и сейчас мне там прислали еще но я еще активно эти фильмы когда они новые выходят мне сейчас прислали там еще будет один или два фильма и еще готовим кто-то к зданию то есть я стараюсь искать эту информацию и обновлять добавлять так что на сайте например по тегу по тегу синдром отчуждения родителя у нас есть вот вот например я добавляю теги здесь есть так пас соответственно если будет новый материал я к нему тоже так повешу и он будет соответственно находиться ну я обычно объявляю то что новые выходят на эту тему так вот что я быстро перечислил данных и стирай отца стирай семью красная таблетка красная таблетка которая американская красная таблетка не ваша американская красная таблетка корпорация развод воины жертвы режима папа пока по моему на эту тему у меня вроде все больше не было ничего вот дальше значит неплохо и раскрыта я думаю что это очень яркий пример хоть это и не главная наверно тема в фильме но все-таки мы на мужском киноклубе разбирали фильм экипаж я не знаю стоит ли вам смотреть разбор наверно стоит посмотреть если вы в этой теме но как минимум фильм наверное вам стоит посмотреть советский экипаж если вы раньше никогда там не видели не обращали внимание некоторые я встречал таких людей которые пока сами не столкнулись просто не обращали внимание что вообще в экипаже есть такая тема она еще одна из центральных там тем на самом деле вот так что старый экипаж естественно старый не новый экипаж который 70 как он там 7 что ли года 78 и может быть факультативный захотите послушать чем тут на обсуждали про него интересные психологические вещи вот мы на мужском киноклубе его обсуждали и last but not least как бы это вообще-то можно было поставить и нулевой конечно ладно нет я думаю все таки что то есть речь идет про группы поддержки я не уверен что человек который не ознакомился хотя бы с базовыми вещами что он готов скажем так группе поддержки то есть как минимум мне так на вскидку кажется что хотя бы нужно дойти до 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 прочтения книги алика болдуина прочитать ее на русском языке я думаю что после этого человек на наверное будет достаточно знать и все остальные естественно то что назвал то есть первое второе третье пункты мои то есть короткие видеоролики лекция гарнера и русскоязычные лекции вводные и книжка на русском языке наверно после этого где-то человек принципе готов я думаю участвовать работать в группе поддержки у меня было интервью ссылку оставлю на людей которые собственно организовывают эти группы поддержки они действуют это бесплатная вот непростая но такая серьезная достаточно терапевтическая деятельность если у вас эта проблема возникла то наверное вам стоит посетить если у вас нет особенно если у вас нет возможности либо нет ну по финансовым причинам либо просто вы не можете найти квалифицированного в этой теме психотерапевта то я думаю что группа поддержки это большое очень большое дело поэтому огромное спасибо тем кто эти занимается соответственно ссылка на на само интервью и там в описании есть как туда попасть в эту группу но собственно стоит прослушать интервью с организатором и потом решить надо ли она вам я думаю что это для многих людей был большим подспорьем вот наверное этими семью пунктами и ограничусь значит бегло еще раз введение в тему я считаю полезно всем абсолютно вообще от детей до взрослых там и да и бабушкам дедушкам между прочим которые сами тоже становятся жертвами которых отчуждают как следствие отчуждение родителя у нас отчуждаются бабушки и дедушки естественно в основном по мужской линии понятное дело не по женской и архат все-таки как-никак и так абсолютный минимум короткие видео ликбезы второе лекции гарднера длинная и русскоязычные длинные лекции третье единственная книга на русском языке алик болду на обещание себе четвертое англоязычные авторы кто может себе такое позволить пятое документальные фильмы некоторое количество нашими общими усилиями доступны на русском языке художественные фильмы в частности экипаж и группа поддержки наверное думаю достаточно для поднятие внимания к такой теме в такой день наверное так в конце пожелаю кто в такой ситуации попал крепитесь и узнавайте больше вот кто еще не попал узнавайте про это вот если из ваших близких кто-то кого-то это касается обратите внимание на что-нибудь из этих материалов этих людей потому что если этого не сделать то к сожалению могут быть такие необратимые последствия так конечно желаю никому не попадать такую ситуацию и сам я лично считаю что эта структура вот это само явление оно полностью создана исключительно нашим антисемейным на самом деле и антимужским законодательством я думаю что если бы изменить определенным образом законы это отдельная тема и не буду в этом видео раскрывать мое мнение что это явление можно полностью убрать это рукотворная вещь она в таком объеме никогда не существовала и не могла собственно существовать потому что с такой структурой семья просто вымирает люди вымирают вот если бы у нас исправилась законодательство она стала пригодна для жизни до совместимы с жизнью то явление скорее всего исчезла и единицы бы остались таких вещей вот у нас это практически правило к сожалению потому что у нас законодательство семейные несовместимы с жизнью но это мое частное мнение на это у меня все смотрите все ссылки в описании распространяйте тему саму ну и в общем желаю вам никогда в это не попадать счастливо